Приветствую всех на своем канале! Меня зовут Дядя Митя и я вам показываю интересные места. А сегодня я вам хочу рассказать про Острогорск. Это небольшой городок с населением 30 тысяч человек и с богатой историей. Острогорск был построен в 17 веке как крепость для защиты южных границ. Раньше такие крепости называли Острогами. Отсюда и берет свое название Острогорск. Но есть и иные теории. Раньше была стена в крепости, которая состояла из 9 основных башен. Отсюда и берут городские ворота в свой образ. Они были построены в 1908 году как визитная карточка Острогорска. Давайте пройдем дальше и посмотрим, что нас ожидает. Городской парк культуры и отдыха существует уже очень давно. Упоминания о нем можно найти в исторических документах, относящихся к 1863 году. Парк является памятником архитектуры, а точнее его ворота. Прогуливаясь по дорожкам парка можно увидеть детские аттракционы. А напротив находится памятник Победы. Как и во всех городах здесь установлен памятник Великой Отечественной войне. А по бокам установлены бюсты, посвященные сражавшимся героям за Отечество. В камне высечены фигуры воина и молодого рабочего. А над ними образ матери Родины, зовущих советских людей на подвиги. На пьедестале памятника надпись «Люди, покуда сердца стучат, помните, какой ценой завоевывалось счастье». Главной особенностью парка являются эти грациозные олени. Они еще были установлены при императоре Николае II. Символ любви и верности, красоты и гармонии. И не зря они расположены именно здесь. Рядом с этой фотозоной находится новый дворец бракосочетания. Здесь вы можете пофотографироваться, повесить замок на счастье и отправиться на этой ладье в долгую счастливую жизнь семейную. С 2013 года началась реконструкция парка и уже через год был открыт ЗАГС. Здесь находится здание ЗАГСа. Острогорскому он очень нравится и любовно его называют новым. Это место служит ориентиром, если вы хотите с кем-то встретиться. Также в парке культуры и отдыха имеется 29-метровое колесо обозрения. Колесо обозрения это было установлено при советской власти. Оно до сих пор еще работает и на нем можно покататься летом. Вид оттуда открывается потрясающий. Весь вся архитектура города имеет малоэтажное строение. Но мы не остановились на одном парке и решили прогуляться по центру этого небольшого городка. Первое, что бросается в глаза, это невысокие здания. Даже современные торговые ряды построены в стиле исторических зданий. Новодел четко вписывается в композицию и его сложно отличить от старинных построек. Отреставрированный кинотеатр Спартак, к сожалению, сейчас уже не является кинотеатром, а торговой сетью в 7 дней. Уже много лет кинотеатр не используется по назначению и выполняет роль торгового центра. В Острогорске есть пешеходная улица, ну прям как в Воронеже Карла Маркса. Только в провинциальном городке она используется в выходные дни, как место для рынка. Также есть Беспушкина, хотя он там даже ни разу не останавливался. Прогуливаясь вдоль улиц, нас окружают исторические здания, которых осталось немного. Ведь часть зданий была уничтожена в Великой Отечественную войну. Самая известная личность города Острогорск – это Иван Николаевич Крамской. Кстати, музей имени Крамского расположен в одном из старинных зданий города. Это бывшая пожарная часть с каланчой. Для выставки картины известного художника был выстроен второй этаж. В годы Великой Отечественной войны часть экспонатов была полностью утрачена. Другая часть была эвакуирована. И только в 1957 году коллекция была возвращена в музей. Каждый зал рассказывает об Острогорском районе. В первом мы видим оружие и форму солдат Великой Отечественной войны. И историю людей, сражавшихся за нашу родину. Здесь представлены фотографии острогорцев, героев Советского Союза. В экспозиции рассказывается о возникновении в городе картины галереи. Представлены фотографии инициатора создания, этапов строительства зданий. Также рассказывается об утраченных ценностях в период Великой Отечественной войны. И о восстановлении музея в послевоенный период. Попадаем в следующий зал под названием «За честь и слава России». Коллекция музея нас знакомит с тем, как выглядела Острогорская крепость. Здесь представлены подлинные фрагменты бревен стен крепости, предметы быта и оружия первых поселенцев. Также отражено пребывание в Острогорске Петра Первого. И участие жителей края в его деятельности, строительстве военного флота. Среди интересных материалов можно увидеть план регулярной застройки. И герб Острогорска, относящий к периоду правления Екатерины Второй. Одним из интересных залов является природа Острогорского района. Очень интересно и необычно представлен в музее «Животные и растительный мир». Тут имеется большое количество чучел, различных зверей и птиц в натуральную величину. Диорамы описывают животный мир по временам года и основным представителям флоры и фауны края. Заходя в зал под названием «Археологическое прошлое Острогорского края», находишься под впечатлением от большого количества экспонатов, которые были обнаружены в раскопках. В экспозицию зала находятся бивни мамонтов, медные котлы, скифские золотые украшения, скифский меч, окинак, бронзовые зеркала и другие предметы, отражавшие культуру и традиции народов, проживающие в далеком прошлом. По моему мнению, музей Костенки, несмотря на археологические расхопки, значительно уступает Острогорскому. В пятом зале, который называется «Дворянский быт второй половины XIX века», находится уникальное собрание произведений искусств, живописные полотна, мебель из ценных пород дерева. Значительную часть собрания составляет фарфор российских заводов XIX-начала XX веков. Это и высокохудожественные изделия императорского фарфорного завода, и чудесная фарфорная скульптура, и изящные вещицы. Бисерная вышивка украшает самые разнообразные предметы – подстаканники, чехлы, кошельки, диванные подушки, шкатулки. В общем, впечатление создается, как будто попал в ту эпоху. После роскошного интерьера дворянца мы переносимся в Острогорский уездный двор второй половины XIX века. В зале представлен интерьер крестьянской избы. Здесь находятся подлинные предметы быта, собранные в селах Острогорского района. Глиняная посуда, утварь отличается простотой форм, сделан для удовлетворения самой насущной потребности. После исторического быта мы сразу переносимся в зал, посвященный уроженцам Острогорского края, покорителям воздушных пространств и морских глубин. Экспозиция посвящена развитию воздухоплавания. Среди известных Острогорсков были свои покорители неба. Федосенко – стратонавт, установивший мировой рекорд, покорив высоту 22 066 метров. И летчик-космонавт Филипченко – дважды Герой Советского Союза. В 1935 году Щербаков Николай Григорьевич, первый в СССР, спустился на глубину 150 метров в жестком скафандре «Кунке». Основной этап его деятельности был связан с аварийно-спасательной службой, то есть спасением людей на море. Очень большое впечатление оказывает зал нумизматики. В нем представлена коллекция, которая состоит из складов, найденных на территории края, и личных собраний нумизматов, поступивших в музей в разные годы. Настоящая наглядная история денежной системы государства российского. Серебряные рубли 18-19 веков соседствуют рядом с ассигнациями, кредитными билетами и банкнотами того же времени. Интересная экспозиция денег времен Октябрьской революции и Гражданской войны, а также периода НЭПа, где можно видеть различные денежные системы, существовавшие на территории страны и выпускаемые различными правительствами. Также в этом музее есть зал, посвященный Великой Отечественной войне. Экспозиция построена полностью на подлинном материале. Перед тем, как войти фашисты, безжалостно бомбили Острогорск. Город лежал в руинах. Неизменный интерес посетителей вызывает необычный экспонат. Винт самолета Як-1. Самолет был подбит во время воздушных боев за город. О варварском новом порядке свидетельствуют фотографии разрушенного города. Таблички с немецкими названиями улиц. Подлинные распоряжения немецкого командования. В зале экспонируют подлинные плакаты, выпущенные во время ВОВ. После посещения Краеведческого музея находишься под впечатлением от увиденных экспонатов. А в преддверии нас ждала еще картина и галерея, расположена на втором этаже. В первом зале представлена коллекция «Жизнь и творчество» Крамского. Здесь находятся графические, в основном ученические работы Ивана Николаевича. Его учеников и друзей. На произведениях, присланных Академией художеств, стоят печати Академии. На некоторых оценки и личная красная сургутовая печать «Ректор Академии». Очень привлекают несколько портретов, выполненных акварелем. В зале русской живопристи второй половины XIX века находятся картины, присланные в дар Родин Крамского в период создания картины галереи. Здесь представлены лучшие имена в истории отечественного изобразительного искусства. Куинжи, Репин, Айвазовский, Шишкин и много других, а также его учеников. Большинство работ галереи – портреты. Именно в этом жанре снискал себе славу Иван Николаевич Крамской. Если вы будете проездом в Острогольске, обязательно посетите краеведческий музей Крамского. Ведь именно здесь можно познакомиться с историей и культурой этого провинциального городка. Вот и заканчивается мой рассказ про небольшой городок Острогольск. Меня зовут дядя Митя. Не забывайте на меня подписываться, ставить лайки. Всем удачи и пока!